Из ближайших аэропортов в Грузию запустят бесплатные автобусы для россиян. От российских туристов поступают звонки с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию, заявил тбилийский ательер. Запустить из аэропорта в Баку, Еревана и турецкого Трапзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию, предложил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. На фоне беспорядков в Тбилиси, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перелеты с российской территории на грузинскую. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Кроме того, с 8 июля введен запрет на осуществление прямых рейсов и для грузинских авиакомпаний. Основная тема документа следующая, чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трапзоне, были установлены бесплатные так называемые шатлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию, заявил Алавердашвили в эфире Первого канала. По его словам, для окончательного решения к обсуждению также подключат МИД Грузии. Глава ассоциации сказал, что многие владельцы крупных гостиниц Тбилиси и представители курортных городов заявляют, что получили от российских туристов звонки с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию. Вторая тема, которую мы обсудили, это назначение чертерных рейсов. Некоторые страны уже выразили к этому готовность, среди них Украина и Казахстан, добавила Алавердашвили. В столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.